Здравствуйте! В эфире студия репортер. Меня зовут Анастасия Левкович. Прошло полторы недели с момента трагедии в санатории Виктория. Сегодня похоронили одну из девочек Анастасию. Для того, чтобы обсудить итоги и последствия этой трагедии, мы пригласили в студию общественного деятеля Святослава Огринчука. Святослав, здравствуйте! Здравствуйте, Анастасия! Святослав, я знаю, что вы, как неравнодушный одессит, много что имеете сказать по этому поводу. Как вы прокомментируете ситуацию, которая сейчас сложилась по расследованию трагедии, по разруливанию ситуации с уходом людей из Горсовета, с отставками? Ваше мнение? Ну, прежде всего, мне хочется выразить соболезнования родителям. Это невосполнимая утрата. Трагически погибло три девочки с 15 на 16 сентября. Я думаю, что никакими словами невозможно утешить родителей. Это трагедия. И, к сожалению, находятся не вполне порядочные, не совсем чистоплотные политики, которые пиарятся на этой теме. Сразу же побежали на телеканалы, давать какие-то комментарии, советы, говорить, что мэр должен подать в отставку или там должны быть кадровые перестановки. Я считаю, что человек, который искренне скорбит, во всяком случае, вне траура, он не станет бегать по телеканалам и пиарится. Это говоруны, пустословы, у которых нет реальных дел. И вот они ищут повод для того, чтобы поднять свой нулевой рейтинг. Я не хочу сейчас называть имена и фамилии, и партии, которые, к сожалению, без зрения совести на этой очень трагичной теме пытались пиариться и продолжают пиариться. Увы. Я соболезную родителям вечно память погибшим девочкам Анастасии, Софии, Снежанне. Родителям, ну что тут можно сказать, мужайтесь. Я надеюсь, что как-то вот эта боль, она никогда не пройдет, но, может быть, она хотя бы чуточку утихнет, не станет такой острой. Что я могу сказать, вот как одессит, который, в общем-то, работает на благо Одессы, помогает людям. Я присутствовал на сессии, я видел и слышал, что творилось в сессионном зале, что происходило возле мэрии. Я отсмотрел очень много эфиров, слышал выступления и журналистов, и, так сказать, политиков, и политиканов. Я считаю, что мэр совершенно адекватно себя ведет. Не правы те люди, которые считают и пытаются давить и манипулировать ситуацией, что мэр должен уйти в отставку. Он не должен уходить в отставку. Одесситы не для того его избирали, чтобы в сложной ситуации он сложил свои полномочия. Это позиция малодушного и безвольного человека. Скажите, хорошо, если мы берем этот вопрос, с кого мы должны спрашивать прежде всего по такой трагедии? Вот произошел пожар, ваши действия, например, я знаю, вы баллотировались в мэры, если бы вы были мэром, ваши первые действия с кого? Ну, прежде всего, те люди, которые напрямую или косвенно к этому причастны, они должны быть отстранены, а занимая их должности. Это, например, кто? Ну, вот уже произошло, да, то есть это руководитель ГАСКО, это руководитель Киевской районной администрации Владимир Сушков, это также руководитель управления капитального строительства ПАНОВ. Непосредственно я знаю, вот подала в отставку и заместитель городского головы Зина Николаевна Цверенько и руководитель департамента образования Елена Буневич. А остальную правовую оценку должны дать компетентные органы. Никто не отменял презумпцию невиновности. Идет следствие. Кто и в какой степени должен понести юридическую ответственность, ну, не нам с вами судить. И нельзя подливать в такой ситуации масло в огонь. Какие промашки были даны, должны сделать правительственные органы. И кто должен отвечать? Безусловно, мэр правильно все сказал. Виновные должны понести ответственность по всей строгости закона. Никто не должен уйти от ответственности. Это вопиющее событие. Что там произошло? Кто за этим стоит? Почему? Я думаю, мы скоро об этом узнаем. Но, безусловно, мэр не должен уходить в отставку. Он сделал правильно. Он поддержал семьи погибших детей. В этом и состоит социальная функция городской власти. Дана была компенсация материальная, чтобы как-то поддержать семьи. Понятно, что ничем нельзя восполнить эту утрату. Но как сегодня цинично это используют оппоненты городской власти, политики, журналисты, которые начинают обвинять родителей в том, что они продались. Но это цинизм. Это надо ни Бога не бояться, ни людей не стыдиться, чтобы такое говорить. Ни один родитель не продаст своего ребенка. Это боль, это трагедия на всю жизнь. Это психологическая травма. Я думаю, что у этих родителей просто сердце разорвалось. И кем нужно быть, чтобы сегодня, отрабатывая деньги, обвинять родителей в том, что они продали жизни своих детей, на крови делать пиар. Это надо быть аморальным, безбожным человеком. Это мое мнение не просто как одессита, а как человека, который окончил духовную почаевскую семинарию и оканчивает Киевскую духовную академию. Помимо юридического образования, я могу сказать, уважаемые коллеги, журналисты и политики, побойтесь Бога, потому что за такое вы понесете ответственность, и не только вы, но и ваши дети, и ваши внуки до седьмого колена. Побойтесь проклятия Божьего. И я хочу, чтобы сегодня одесситы понимали, кто сегодня стоит за этими беспорядками. Вот мы видели, что происходило на сессии 20-го числа. Но прежде всего была репетиция 16-го числа. Мы видели, как пытались штурмовать мэрию. То есть вот эти политические силы, которые не имеют никакого отношения к Одессе, они ищут повода для того, чтобы сегодня попиариться и свергнуть мэра города Одессы. Потому что они, по большому счету, потерпели фиаско на выборах, они хотят перевыборов, чтобы как-то попиариться. У них же нет, они не способны трудиться, делать какие-то добрые, светлые дела на благо газетов. Они ищут поводы, чтобы прийти, покричать, пошуметь, поштурмовать, взорвать что-то, устроить какую-то драчку, смуту и так далее. Санислав, а как по-вашему, если бы сейчас после этой трагедии произошли перевыборы в городе, Геннадий Труханов победил бы на этих выборах? Я убежден, что он бы победил на этих выборах. Я убежден, вне всяких сомнений, у него идет сегодня огромная поддержка одесситов. Это человек, который действительно трудится, это человек, который переживает, он человек, который очень много делает для детей. Мы знаем, что сегодня и садики открываются, и происходят капитальные ремонты в детских садах, пищевых блоков, чего более 40 лет не делалось этого, понимаете? Я не хочу сейчас это перечислять в эти трагические дни, но только безвольный и малодушный человек устраняется в данной ситуации. Геннадий Труханов, мэр Одессы, он избран, он волевой и сильный человек, он не снимает с себя ответственность. Но, простите, если завтра какой-то пьяный водитель трамвая или маршрутки сбьет, не дай бог, деток, неужели мэр должен подавать в отставку и должны быть перевыборы? Хотя это же городской электроцерранспорт, правильно? Да, это понятно. Но, вы знаете, очень много вопросов было по поводу того, что вот Викторию открывали два человека, по сути, президент Порошенко и мэр Труханов. И люди, которые перерезали ленточку, перерезать ленточку — это символически, это давать свое добро и одобрение на то, что этот объект, который сдается, он в том положении, чтобы его эксплуатировали, тем более, если это объект касается детей. И президент Порошенко, и Труханов такое добро свое дали. В итоге мы знаем, что и древесина была какая-то не такая, и очень много вопросов по электропроводке, по водоснабжению и прочему. Вот как вы считаете, накладывается ли хорошо не уголовное, не административное наказание за людей, которые это сделали? Моральная ответственность, безусловно. И мэр не уходит от этой ответственности. Как он ее несет? Ну, прежде всего, он пришел к родителям, он выразил скорбь, да? То есть он, я знаю, что не понаслышке, что он очень сильно переживает, это боль. Он и самый отец, он и дедушка, и, естественно, ну, я же сказал уже, он сделал оргвыводы. Люди отстранены от занимаемых должностей. Ну, не мэр же должен проверять, ну, была обработана древесина или нет. Ну, смотрите, ну, смотрите. Есть председатель Киевской районной администрации. Это понятно. Есть директор департамента образования, есть руководитель ГАСКО, есть руководитель департамента капитального строительства. Это люди, которые напрямую должны были это все проверить. Ну, для меня лично больше всего обидно за Елену Буневич, которая является одним из главных и лучших экспертов и работников Гурсоветов в плане, ну, по своему направлению. Согласен. И, ну, трагедия, которая случилась, прежде всего, на основе, там, деятельности ГАСКО и строительных каких-то служб, она несет частично ответственность, и она одна из первых ушла. И это одна из самых больших потерь, я считаю, все-таки. Но ее должность, должность назначаемая, ее не уполномачивали. Одесситы, да? Одесситы за нее не голосовали. Одесситы доверили управлению городом мэру Одессы Геннадьевичу Турхану. Он не имеет права, это было бы предательством своего избирателя. Это мое мнение, я вам скажу свое частное мнение. Это было бы предательство тех, кто в него поверил, кто доверил ему управлять сегодня миллионным городом. И те люди, которые сегодня манипулируют, я могу назвать имена, кто стоит за сегодняшними беспорядками? Однанки Ивана и Михаил Саакашвили. Почему? Потому что Однану Кивану нужен послушный, марионеточный мэр, который создаст ему тепличные экономические условия для его коррупционного бизнеса. У него не получилось завести Сашу Боровика, он пытается взять маш-реванш. Потому что Геннадий Турханов, мэр Одессы, сегодня давит на него, чтобы вернуть его бизнес в правовое русло. Ему это не нравится. И они сегодня спели с Михаилом Саакашвили. Ни для кого не секрет, что Однанки Иван финансировал превыборную кампанию Александра Боровика, финансирует деятельность Михаила Саакашвили. И они сегодня хотят сделать мини-революцию в Одессе для того, чтобы поставить здесь послушного марионеточного мэра, продолжать зарабатывать нечестным путем деньги. Однану Кивану надо снять вывеску не с Божьей помощью, а с Божьим проклятием. И сегодня Михаил Саакашвили и Однан Киван это те люди, которым не впервой делают и бизнес, и политику на крови. Это люди, которые ни Бога не стыдятся, ни людей не боятся. Любым способом они хотят прийти к власти для того, чтобы дальше зарабатывать, заграбастывать деньги. Они не имеют никакого отношения ни к Одессе, ни к Украине. Это беженцы, политические беженцы. Особенно Михаил Саакашвили, которого сюда приютили, дали ему работать. Он полностью завалил работу в нашем регионе. Сегодня он перешел границу и его приветствуют, так сказать, его соратники. Святослав, у нас заканчивается время. Мы оставим Михаила Саакашвили властям все-таки. Вопрос с Викторией это достаточно щекотливая тематика. Я думаю, что еще не очень скоро мы расстанемся с этой трагедией и последствиями обсуждениями ее. А с вами была студия «Репортер». Меня зовут Анастасия Левкович. Оставайтесь с нами.